всем еще раз добрый день психология очень интересная наука и для психологии характерны свои методы изучения личности а именно применение самых различных методик сегодня я вам расскажу о такой методике как методика которая позволяет определить уровень субъективного контроля методика которая определяет уровень субъективного контроля получила наибольшее распространение в нашей стране авторами которой являются бажен голынкина эдкин в основе данной методики лежит концепция локуса контроля ротора однако у ротора локус контроля считается универсальным по отношению к любым типам ситуации локус контроля одинаков и в сфере достижений в сфере неудач при разработке данной методики авторы исходили из того что иногда возможно не только однонаправленные сочетания локуса контроля различных по типу ситуациях это положение имеет и эмпирические подтверждения в связи с этим разработчики теста предложили выделить методики и диагностики локуса контроля суб шкалы контроль ситуациях достижения в ситуациях нет не то есть разработали суб шкалы контроль в ситуациях достижения в ситуациях неудачи в области производственных и семейных отношениях в области здоровья всего опросник определение уровня субъективного контроля состоит из 44 пунктов в целях повышения достоверности результатов опросник сбалансирован по следующим параметрам первое по и интернальности и экстернальности половина из пунктов опросника сформулирована таким образом что положительный ответ на них дадут люди с интеральным уровнем субъективного контроля а другая половина сформулирована так что положительный ответ не дадут люди с экстернальным уровнем субъективного контроля второе по эмоциональному знаку равное количество пунктов опросника описывают эмоционально позитивные эмоционально негативные ситуации третье по направлению атрибуции. Равное количество пунктов сформулировано в первом и третьем лице. В отличие от шкалы ротора, в опросник включены пункты, измеряющие интернальность, экстернальность в межличностных и семейных отношениях. Для медико-психологических исследований в него включены пункты, измеряющие уровень субъективного контроля в отношении болезни и здоровья. Для увеличения спектра возможных применений опросника он сконструирован в двух вариантах, различающихся форматом ответов испытуемых. Вариант А, предназначенный для исследовательских целей, требует ответа по шестибальной шкале. Вариант Б, предназначенный для клинической психодиагностики, требует ответов по бинарной шкале согласен-несогласен. Как показали исследования, проведенные на нормальных испытуемых студентах, ответы на все пункты опросника имеют достаточный разброс. Ни одна из половины шкал не выбиралась реже, чем на 15% случаев. Результаты заполнения опросника отдельным испытуемым преобразуются в стандартную систему единиц, стенов и могут быть наглядно представлены в виде профиля субъективного контроля. Показатели опросника уровня субъективного контроля организованы в соответствии с принципом иерархической структуры системы регуляции деятельности таким образом, что включают в себя обобщенный показатель индивидуального уровня субъективного контроля. Инвариантный частным ситуациям деятельности. Два показателя среднего уровня общности, дифференцированный по эмоциональному знаку этих ситуаций и ряд ситуационно-специфических показателей. Инструкция. Внимательно прочитайте каждое из утверждений, приведенных ниже, и отметьте на бланке ответа. Проанализируйте количественное качество на ваши показатели уровня субъективного контроля по семи шкалам, сравнивая свои результаты. Отклонение вправо более 5,5 стенов свидетельствует об интернальном типе контроля в соответствующих ситуациях. Отклонение влево от нормы менее 5,5 стенов свидетельствует об экстернальном типе уровня субъективного контроля. Описание шкал. Шкала общей интернальности. Высокий показатель по этой шкале соответствует высокому уровню субъективного контроля над любыми значимыми ситуациями. Интернальный контроль, интернальная личность. Такие люди считают, что большинство важных событий в их жизни есть результат их собственных действий, что они могут ими управлять. Таким образом, они чувствуют свою собственную ответственность за эти события и за то, как складывается их жизнь в целом. Обобщение различных экспериментальных данных позволяет говорить о интерналах как о более уверенных в себе, более спокойных и благожелательных, более популярных в сравнении с экстерналами. Их отличает более позитивная система отношений к миру и больше осознанность смысла и целей жизни. Низкий показатель по этой шкале соответствует низкому уровню субъективного контроля. Экстернальный контроль, экстернальная личность. Такие люди не видят связи между своими действиями и значимыми для них событиями их жизни, не считают себя способными контролировать их развитие. Они полагают, что большинство событий их жизни являются результатом случая или действия других людей. Обобщение различных экспериментальных данных позволяет говорить об экстерналах как о людях с повышенной тревожностью, обеспокоенностью. Их отличает конформность, меньшая терпимость к другим и повышенная агрессивность, меньшая популярность в сравнении с интерналами. Шкала интернальности в области достижений. Высокие показатели по этой шкале соответствуют высокому уровню субъективного контроля над эмоционально положительными событиями и ситуациями. Такие люди считают, что они сами добились всего того хорошего, что было и есть в их жизни, и что они способны с успехом преследовать свои цели в будущем. Низкие показатели свидетельствуют о том, что человек приписывает свои успехи, достижения и радости внешним обстоятельствам, везению, счастливой судьбе или помощи других людей. Шкала интернальности в области неудач. Высокие показатели по этой шкале говорят о развитом чувстве субъективного контроля по отношению к отрицательным событиям и ситуациям, что проявляется в склонности обвинять самого себя в разнообразных неприятностях и страданиях. Низкие показатели свидетельствуют о том, что человек склонен приписывать ответственность за подобные события другим людям или считать их результатом невезения. Шкала интернальности в семейных отношениях. Высокие показатели означает, что человек считает себя ответственным за события, происходящие в его семейной жизни. Низкие указывают на то, что субъект считает не себя, а своих партнеров причиной значимых ситуаций, возникающих в его семье. Шкала интернальности в области производственных отношений. Высокие показатели свидетельствуют о том, что человек считает свои действия важным фактором организации собственной производственной деятельности, складывающихся в отношении коллективе своего продвижения. Низкие показатели указывают на то, что человек склонен приписывать более важные значения внешним обстоятельствам, руководству, товарищам по работе, везению, невезению. Шкала интернальности в области межличностных отношений. Высокие показатели свидетельствуют о том, что человек считает именно себя ответственным за построение межличностных отношений с окружающими. Низкие указывают на то, что человек склонен приписывать более важные значения в этом процессе обстоятельствам, случаю или окружающим его людям. Шкала интернальности в отношении здоровья и болезни. Высокие показатели свидетельствуют о том, что человек считает себя во многом ответственным за свое здоровье. Если он болен, то обвиняет в этом себя и полагает, что выздоровление во многом зависит от его действий. Человек с низкими показателями по этой шкале считает болезнь и здоровье результатом случая и надеется на то, что выздоровление придет в результате действий других людей, прежде всего врачей. Для профессиональной диагностики наиболее информативными являются результаты по шкале интернальности в производственных отношениях. Результаты по другим шкалам дают возможность построить многомерный профиль. Поскольку большинству людей свойственна более или менее широкая вероятность поведения, в зависимости от конкретных социальных ситуаций, то и особенности субъективного контроля могут также изменяться у человека в зависимости от того, представляется ему ситуация сложной или простой, приятной или неприятной. Уровень субъективного контроля повышается в результате проведения психологической коррекции. При этом следует помнить, что интерналы предпочитают не директивные методы психологической коррекции, а экстерналы как личности с повышенной тревожностью, подверженные депрессиям, субъективно более удовлетворены поведенческими методами. Тест опросника. Ну, тест опросника вы можете найти в интернете. Введете в поисковую строку методика уровень субъективного контроля ОСК и ответите на вопросы. Вот первый вопрос. Первое утверждение. Продвижение по службе больше зависит от удачного обстоятельства, чем от способностей и усилий человека. И таким образом вы пройдете и определите уровень субъективного контроля. Таким образом, я далее буду дальше знакомить, какие еще методики есть в психологии. Их очень много. Они применяются на практике. Надеюсь, информация, полученная в ходе данного сообщения, была для вас полезной.